Это программа в теме и с вами я, Валерия Пенина. Вчера состоялась долгожданная прямая линия с губернатором Тульской области Владимиром Груздевым. На эту тему как раз и предлагаю сегодня поговорить. Прямая линия 2015 года по сути ничем не отличалась от прошлогодней. Никаких острых вопросов, все чинно и благородно. Зато был вроде бы обычный вопрос про арсенал и его финансирование. Но зато какой ответ тулики получили, а точнее предложение. Если кто-то не в теме, то напомним. Владимир Груздев предложил скинуться всем миром на тульскую футбольную команду. Цитирую Владимира Груздева. Профессиональный футбол занятие не дешевое. А если мы хотим иметь народную команду, мы должны команду поддерживать. И, наверное, я обращусь к руководству клуба, чтобы объявили сбор денег. Возрождение Тульского арсенала состоялось в 2011 году, когда Тульской области баллотировался в Госдуму Борис Грызлов. Именно он вдохнул жизнь в тульскую команду. И на тот момент в самых дерзких планах пиарщиков не было и мысли, что такой проект, как Арсенал, выстрелит. Но попытка возрождения оказалась вполне живучей и вполне даже успешной. Арсенал попал в премьер-лигу. Но на протяжении всего этого времени есть одно существенное «но» – отсутствие генерального спонсора. На протяжении четырех лет мы не смогли найти главного спонсора. Не помогло имя титулованного и известного экс-главного тренера Арсенала Дмитрия Оленичева и его звездной команды в лице Александра Филимонова и Дмитрия Ананка. А с вылетом из высшей лиги последние шансы найти титульного спонсора растаяли. Теперь же, чтобы проект не загнулся, Владимир Груздев хочет выйти с предложением. Тулики скинулись на команду. Во-первых, начнем с того, что такое предложение услышать из уст миллиардера, который входит в список Forbes, просто несерьезно и смешно. Во-вторых, тулики и так поддерживают Арсенал, скупая билеты на матчи и полностью заполняя трибуны, при этом приобретая клубную атрибутику. Что еще должны сделать любители футбола и Арсенала? Может, пора в регионе ввести футбольный налог? Сама идея с народной поддержкой не нова. Да, есть клубы, которые существуют за счет пожертвований и чувствуют себя неплохо. Но эта история явно не про нас и не в это время. Для нашего клуба идеально было, если бы наряду с генеральным спонсором и любителем футбола помогали нашему клубу.